Решаем задачу из интервью Viber. Надо реализовать стэк, который поддерживает операции обычной push-pop, что стандартно для стэка, а также getMin, который возвращает значение минимального элемента из тех, что есть сейчас в стэке. Также есть пожелание, чтобы push и getMin имели ход одного complexity и pop и getMin вызывается всегда для непустого стэка, то есть не надо писать дополнительный код, который обрабатывает эти cornerCase. Так, пишем, пишем метод, методы push-pop, но сразу и решим использовать класс DoubleEnded Queue, уже стандартный для нас, который реализует стэк внутри. По сути, нам надо реализовать функциональность стэка, за это будет начать DoubleEnded Queue, push-pop уже автоматически получится. А для реализации getMin надо еще дополнительно потрудиться. Пока push-pop реализуем. type bubble пусть не realizалась или и я же желаем пивно게 пивно, нegenь, чтобы быв節 выйти ис�zusа в chord можно встретиться. Пусти, ведь пусть, обязательно. Вы ее вырезаем, потому что Iranian URL тэковой поэ Kab後у, утанта, вы��릭 и пивнот пивнот, партий. training направа на данный точанова, Переализуем фор置 кimin, пивнот, на Innerвоков, Parece пивreу жизнь, public int pop return stack pop так push pop реализовали в будущем нам понадобится еще из empty реализуем его тоже return stack из empty так push pop реализовали сейчас реализуем get min public int get min так в принципе что приходит первое в голову это реализовать через priority queue пока сделаем так и сюда передать comparator compare int value value get min будет qpeak здесь в queue добавляем здесь result здесь в Q производим remove этого элемента, который сейчас вернем из стека так в принципе написали, напишу тест теперь так private generate setup так, push, pop анализовать точнее проверить stack push zin 3.2 stack up piece а серджейный матчер нам он больше нравится equals to char 2 потом 3 потом 1 так так по дороге сделаем туда будет тут 4 тут 1 так push, pop работает пишем тест для is empty is empty is empty push stack is empty так так напишем так вначале is empty должна выдавать true потом после первого push false потом еще один push так и потом делаем поп до элемента после первого попа из empty false после второго из empty true проверяем окей сейчас пишем тест для getmin мин assert set get минус 6 минимум должен быть единицу так немножко ordering изменим 1 3 потом выполняем stack pop после этого все еще единицу опять stack после этого должен быть 2 работает так но getmin и push должны иметь от одного complexity так но при текущей реализации через priority queue не выполняется требование поэтому надо что-то другое придумать значит priority queue берем а заведем такую структуру как стэк минимальных элементов так потому что процедура добавления и удаления в стэк хаза имеет сложность от одного но а в предыдущем случае это не выполнялось так теперь надо переписать здесь будет минимум пик ok споп что сделаем значит если мы возвращаем сейчас элемент лежит на макушке стэка минимум пик равно результат тогда минимум элемент стэк делаем поп то есть выкидываем так споп разобрались осталось разобраться с push так это убираем тут сложнее так push сделали нам надо решить здесь добавлять ли в мин элемент стэк этот новый элемент но его мы можем добавлять только если выполняться никакое условие значит сразу понимаем что должно быть здесь вот так push элемент но какое условие если этот элемент элемент меньше либо равен то что лежит на макушке стэка так но это все не заведется потому что если ставить вот так как есть в мин элемент стэк никогда не появится даже хотя бы первый элемент нет поэтому нам надо до этого сделать такое действие если элемент стэк из empty то тогда безусловно добавить туда этот элемент то есть хотя бы один первый туда закинуть сразу выйти так в принципе проверим тесты работают но здесь стоит заметить что не учли один такой кейс когда например get min get min when to elements equal to min value то есть например добавили один и еще раз один 2 1 3 1 get min 1 pop по-прежнему get min 1 pop pop по-прежнему еще раз здесь это клет троечка так один проверю да так залогировать push то есть там была вот макушка 1 3 1 2 после этого 3 1 2 после этого 1 2 так по идее должно быть сейчас проходит и если мы здесь поменяем на так еще весь сет тестов запустим во всякий случай так все работает переходим если здесь поменять на меньше тогда этот тест будет падать поэтому вот я хотел показать здесь что здесь должно быть именно меньше лебрауна чтобы поддержался кейс когда в стэк добавляют несколько элементов с одинаковым мин значением считаем это решением